привет давно мы с вами не виделись дня со дня выборов и видео 4 как-то без настроения снимать как-то не хотелось да и не было возможности снимать бытовуху не очень хотелось но в итоге к этой же бытовухе и пришли у нас очередная закупка только неэкономная не не считают экономной закупкой было много продуктов которые как бы без надобности в общем давайте посмотрим закупались в магните гипермаркет магнит закупились сейчас покажу на две пятьсот пятьдесят семь восемьдесят девять копеек почти две шестьсот вот такой большой списочек ну и покажу есть вещи которые очень даже полезны и выгодно а есть которые не очень завтра пасха нужно яйца красить купила яиц правда это первый сорт с 1 яйцо столовая сорок шесть рублей десяток дальше купила вот такие вот кирюхи тетради вот клеточку и линейку хорошие тетради без лишних отвлекательных моментов там рисунки всякое такое но также они вот плотная обложка и хороший такой лист приятный купила три штучки 18 листов клетку 10 ну 11 рублей и 12 листов в линию 850 рублей штучка тетрадки дальше вот это вот выгодная вещь просто вот таким вот набором шло значит это доместос для унитаза хорошая штука лучше отбеливания и глорикс средства для пола сейчас я скажу миллиметраж значит глорик глорикс господи доместос литровый глорикс 0 5 миллиметров стоимость нас мы найдем сто семьдесят восемь рублей 10 копеек 178 значит получается написано что тестище средства для пола в подарок силиконовая смазка максим взял не знаю насколько она хорошая не знаю насколько она качественная ничего принципе сказать про него не могу максим взял значит на одном из хорошая он плохого не берет также максим взял себе пену для бритья жилет все время пользовался гелями сейчас решил почему-то пена не знаю почему дальше гель для душа для душа для душа да гель для душа x до гель для душа и шампунь 2 в 1 пробуем цитрусовый такой запах и второй гель для душа тоже ax здесь просто гель для душа запах ой, этот мне больше нравится не могу сказать, такой приятный запах очень приятный я люблю мужские запахи я даже могу сама пользоваться мне очень нравится так, ну, а вот это я себе взяла это для волос сейчас я вам прочитаю бальзамополаскиватель вообще вещь очень хорошая очень-очень хорошая кстати, я за цену не сказала, сейчас я скажу вот эта вот вещь мне, можно сказать восстановила волосы в свое время и поэтому я взяла себе еще запах запах приятный, тот же самый значит стоимость 299 рублей ну, дорого я считаю, что дороговато за маленькую такую бутылочку здесь 250 миллиметров но хорошая она хорошая действительно хорошая поэтому есть смысл тратить деньги следующая покупочка вот такая вот взяла дездорант эффект пудры не вея мой закончился у меня вообще дездоранты очень долго хранятся ну, как бы служат он закончился пахнет вообще потрясающе такой пудровый нежный запах вот и стоит он 119 рублей 90 копеек 120 рублей так, за акс я не сказала значит акс 199 рублей еще есть да, по 199 это другой дальше жилет пена жилет пена 120 рублей и силиконовая смазка 109 рублей ну, 110 так смотрим дальше вот вообще я вам сейчас покажу как это все у меня выглядит это просто я прихожу домой сваливаю в кучу все свои покупки на пол я начинаю их сканировать я участвую в KFC не KFC 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 мониторинг и сканирую ну, это кэшбэк определенный вернее тебе вам за сканирование определенного товара платят деньги ну, я думаю каждый многие об этом знают если кто-то не знает пишите в комментариях я все расскажу покажу что это такое очень хорошая вещь потом я значит я там мониторю потом я начинаю в ядодиле в кэшбэк вот вот еще Максим себе купил гель-шампунь дешевый такой викинг гель-шампунь для тела и волос решил попробовать сейчас расскажу цену 56,90 почти в два раза дешевле запах ему понравился вот этот но он решил попробовать есть ли разница между дорогим за 100 рублей и вот этим за 50 рублей грубо говоря вот решили но я Максиму сказала что русские не умеют делать хорошую косметику поэтому ну это мое чисто мнение кто угодно пусть говорит как хотят это лично мое мнение я не претендую и никого не убеждаю в этом мне кажется что русские не научились делать хорошую косметику поэтому я за зарубежную косметику дальше смотрим а дальше у нас в очередной раз вы знаете я всегда беру вот такие зевополотенца бумажные мне они очень нравятся значит цена на него 89,90 значит 90 рублей классные полотенца беру постоянно кто меня смотрит те видели что я постоянно следующий тоже беру постоянно колгейт просто меня она дешевая паста очень экономная вот она стоит 51 рубль только что видела вот колгейт 51 рубль большая упаковка экономная так где тут миллиметраж не вижу ничего короче говоря не знаю это самая большая упаковка они есть разными разные есть вот такая вот обычная есть зелененькая упаковочка и еще там какая-то в общем самую дешевую беру просто меняю на разные вот эти вот упаковки но не беру постоянно одно и то же и нормально зеленая паста мне нравится далее взяла взяли вот такой порошок 3 килограмма бимакс колор это не реклама ребят я не рекламирую я просто говорю то что я закупаю то что мне нравится вот это вот была выгодная покупка я взяла сейчас я вам расскажу вот бимакс стиральный порошок 189 рублей за 3 килограмма выгодно я взяла две упаковки таких 6 килограмм за 189 ну получается выгодно поэтому я и взяла прям хорошо бимакс мне нравится так же как и персил беру только или бимакс или персил вот а теперь рассказываю ну это более не менее такие полезные покупки которые постоянно мы этим пользуемся теперь буду показывать то чем мы в постоянку не пользуемся может быть просто нужное в некотором плане а может и ненужное в общем показываю что купила еще вот такой вот мелки мелки взяла ребенку младшему своему сейчас потеплела весна подсох асфальт и он рисует у меня на асфальте вот взяла мелочки дальше вот такой вот кунжут взяли это взял максим я не знаю с какой целью пусть будет рассказываю села я на небольшую такую диету а точнее на правильное питание с понедельника решили с Дашей заниматься идти в зал в тренажерный и поэтому немножечко корректирую свое питание вместо хлебушка я буду есть вот такие вот злаки также также я брала у меня есть отруби отруби мне тоже как бы нравятся вот такие вот хлебцы мне очень нравятся есть сладкие всякие но сладкие я ем жутко много потому что они очень вкусные а вот семзлаков для пользы и хорошо взяли Максим любит варенец термостатный себе и детям две штуки таких баночки взяли варенец сейчас я скажу цену 40 рублей 90 копеек 41 рубль две таких взяли ой все попадало далее дрожжи взяла просто нужно закончили нас завезли по дешевке киви почти килограмм взяла 814 за килограмм 99 рублей килограмм стоит на 81 рубль грубо говоря вышли килограмм киви практически ой ребятки упало все сейчас покажу подниму дальше взяла вот такие вот батончики без сладкого я жить не могу вообще как бы ни старалась но мне сладкое нужно вот это более-менее заменитель сахара не так много сахара и тут в основном сухофрукты очень кстати говоря полезные ну и я вот кусочек например отламываю и как десерт кусочек съедаю моя душа спокойна вот вот это с абрикосом это лесные ягоды и это вишня и клюква взяла Максим взял попробовать молочный йогурт термостатный с земляникой действительно там земляника срок годности у него меньше чем у всех йогуртов вот и решили попробовать цена хорошая цена сейчас скажу цена 71.90 72 рубля попробуем вот такие вот свечи с днем рождения взяли у Дани в мае будет день рождения и мы решили таких свечек в торт насажать свечи стоят 45 рублей ну и взяли вот такой вот шоколад попробовать чисто экспериментально все время берем шоколад Милка сегодня даже с Максимом прям так подискусировали на эту дискутировали на эту тему почитали состав Милка стоит 100 рублей 99 рублей этот шоколад стоит примерно 50 рублей сейчас не примерно а сейчас я вам точно скажу 49.90 50 рублей и вот мы стали составы читать состав идентичен прям практически один в один так зачем же переплачивать ну в общем решили попробовать если действительно невкусно будет тогда что-то не то с составом банули нас но состав вот мы почитали одинаковый вот такая еще еще максим за вот себе на работу вот такие вот резиновые тапочки и они стоят и они стоят 75 рублей вот вот такая вот у нас закупочка сегодня была надеюсь вам понравилось мое видео следующее видео завтра у нас Пасха я поснимаю праздник как мы отмечаем Пасха да я уж не знаю как я знаю что они отличают этот праздник отличается хоть у нас и православная страна и вера у нас одна но в разных районах разных местностях по-разному отмечают Пасху Пасху и я покажу как отмечаем ее мы поэтому следующее видео будет Пасха все спасибо всем за просмотр я буду рада если вы поставите лайк класс или как поделитесь моим видео и пока пока